Всем привет! С вами Ольга Чернова. Я все тоже в теплице высаживаю свои томаты. И как попадается какой-то интересный сорт, необычный, я вам стараюсь о нем рассказать. Вот и елочки мои выросли. Вот этот сорт голубые ели. Очаровательный. Я не могу без него смотреть, ну как на него смотреть без умиления. Смотрите, какая шапка. С виду и не подумаешь, что это томаты. Вот томаты голубые ели. Считается хоть и редким, но одним из популярных сортов для получения раннего урожая. Поэтому я его сегодня принесла и несколько кустиков посажу в теплице, чтобы показать вам, как он ведет себя в теплице. Но вообще это сорт для открытого грунта. Он неприхотливый. Его можно и с посынкованием, и без посынкования выращивать. Он такой тоже устойчивый, не капризный. Стволики, видите, они хоть и загущенно посажены, стволики толстенькие, хорошенькие. И дальше он начинает кучерявиться. И вот вы потом посмотрите летом, какой красивый этот куст растения. Его уже сейчас видно, что он необычный такой какой-то прям, ну изумительный сорт. Голубые ели. Плод красный, круглый, обыкновенный. Традиционный вкус помидорный. В плодах ничего необычного нет. Это не экзотический томат. Плодик обыкновенный. Но он хорош тем, что он очень рано вызревает. И я вот хочу его в теплицу посадить вместе с теми, которые у меня для получения раннего урожая. Потом покажу, когда у меня поспеют плоды. И покажу, конечно, как я его в теплице выращиваю, формирую. Еще раз говорю, его можно не посынковать. Тогда будет такой шар, как подвид. Ну, забыла, как называется цветок. Цветок такой лохматый есть. А если посынковать, то будет обычный. Можно в один стволик или пасынок оставить. Обычный томат просто вот с такими кудрявыми красивыми листиками. Это вот у нас голубые ели мои елочки. До свидания. С вами была Ольга Чернова с кратким обзором томатов, которые я высаживаю в теплицу.